Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава двадцать пятая По счету, сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта, валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам к старейшинам и скажет, «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет «не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет «так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему» и нарекут ему имя в Израиле «дом Розутова». «Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большие и меньшие. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб обладеть ею, изгладь память о Малика из-под небесной. Не забудь!